Вот так выглядел монумент, поставленный в честь 300-летия воссоединения Украины и России после Переяславской Рады. Примерно пятиметровая стела с табличкой. На этом месте памятник простоял более пятидесятков лет. На островке осталось от памятника лишь груда кирпичей. За пару часов экскаватор сравнял монумент с землей. За старшего среди рабочих вот этот мужчина. Своего имени и названия организации, какую представляет, не говорит. Вы относитесь к коммунальному предприятию? Да, мы относимся. К какому? Дорожную, вот мы работаем. В том, что памятник упал, мужчина винит почтенный возраст монумента. Сам упал, погода же, видите, как он, кладка немало, створа уже, глина такая, он разрушился. На фотографиях видно, что памятник недавно реконструировали. Стела свежевыкрашенная. Упасть сама могла вряд ли. Ситуацию, правда, не на камеру, прояснили в мэрии. Стелу снесли умышленно. Мол, памятник стал на пути расширения проспекта Гагарина. Будущий учитель истории Василий Киселенко такому решению чиновников только рад. Мол, события, соединившие Россию и Украину, были слишком давно. Ну, уже 20 роков незалежности минуло. И цей памятник как раз для наших часов, он уже непритаманный. Он, например, на улице Клочківське, біля книжкового ринку, є двір, в якому памятники зібрані, музей памятників. Ну, цей памятник повинен бути на тому дворі. Судьбою памятника заинтересовались и в облсовете. По сути, Харьков к событиям Переяславской рады отношений не имел. На то время он уже был российской землёй. Но это не значит, что городу памятник не нужен, уверены депутаты. Конечно же, снос памятников – это проявление дикости. И прежде чем что-то обсуждать по этому вопросу, следует всё-таки взять и посмотреть проект реконструкции проспекта Гагарина. Я надеюсь, что он там будет восстановлен и со своей стороны обращусь к депутатским запросам к нашему мэру, с тем, чтобы напомнить лишний раз, что там, где сносят памятники, там – это дикость. Ибо тот, кто стреляет в прошлое, получает удар из будущего. Сделают ли новый памятник, и если да, то где его поставят, в мэрии пока не говорят. Ответить на информационный запрос журналистов должны в течение пяти дней. Инна Жмут, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».